Формула Успеха Формула Успеха Формула Успеха Формула Успеха пространство, много чего видел, много ездил, много служил, много церквей открывал. Ну, как бы это прошлое. Мне главное, теперь это вчерашний день. А сегодня мне заново надо искать, сегодня заново открывать Слово Божие. Ну, как действительно, Господь сказал, это бездна богатства. И постоянно что-то ты находишь новое, открываешь какие-то новые источники. Это интересно. Ну, что могу сказать? Ну, естественно, многие всегда спрашивают, а почему, а как, а что? Ну, как бы начинаешь от полного невежества. Приходишь к Богу, ну, мало что разумеешь, понимаешь, читаешь, все равно на тебя трудно доходит. Но потом, как бы вот то, что я увидел, ну, думаю, жажда искания. Жажда искания у меня вот как первые дни, так и до сих пор, оно не прошло. Все время что-то хочется, все время есть эта жажда, все время есть искания. И я действительно удивляюсь, насколько Бог многообразен, насколько Он действует по-разному в каждой жизни, на каждой территории. Главное искать, главное жаждать. А Он уж, Он сделает все, что Он приготовил для тебя. Аминь. Василий Иванович, мне очень нравится, импонирует то, что Вы говорите о жажде, об искании, потому что мне думается, что это один из ключей к тому, чтобы найти свое призвание. Вот, конечно, Господь одарил нас многими дарами, талантами. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, да, но как человеку все-таки остановиться, наверное, на чем-то, услышать голос Бога и понять, куда двигаться, что Господь хочет вообще от тебя, да? Да, Он, как бы, вот время, вот эта жажда, Бог же обещал Он излить на жаждущее. И вот когда ты жаждешь, Бог, Он начинает изливать. Он, как бы, ну, интересно, в Библии написано, что Он предначертал все твои дни, которые Он назначил. Да, да. То есть Он знает наперед все. Мы не знаем. И естественно, что теперь от меня зависит, если я буду искать, если я буду жаждать, Бог это делает и совершает. Я видел многих, которые прекрасно начинали, но плохо заканчивали. Я видел тех, кто был очень одарен, Бог много им давал, но они все это растеряли. Я там в себе не видел великих талантов поначалу, но вот это жажда искания, жажда искания, постоянное размышление. Но потом все-таки читаешь Слово Божие, там, как Господь через Иоанна говорит, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает, ну, твоя душа. И для меня нет большей радости, чем видеть, слышать, что дети мои ходят в истине. То есть я понял, Бог желает нашего здоровья, и Бог просто, как Отец Небесный, Он радуется успеху своих детей. Ну, кто имеет детей, он радуется и хвастается, что его дети талантливые, чего-то достигли. Но тот же Отец Небесный, Он просто радуется, когда мы в истине, когда мы преуспеваем. Это радость для Него, что чья-то жизнь состоялась, что чья-то жизнь приносит добрый плод, прославляет Его. Ну, и вот просто как бы я понимаю, Бог там возлюбил меня, Бог возлюбил всех, но в ответ на Его любовь я что-то тоже должен делать. Я читаю, ну, вот Он желает мне, Сын мой, хочу, чтобы ты был успешен, потому что успех — это влияние, успех — это благословение. И, безусловно, ну, сейчас мир такой, полный информатики, смотрят на успешных людей, смотрят на тех, кто добился действительно побед, там, успеха, благословений. Все этого хотят, все этого жаждут. Но Бог давным-давно об этом написал, что так должно быть, и это было в Первой Церкви. Василий Иванович, ну, у Вас очень большое служение, и Вы действительно перемещаетесь по миру, служите здесь и там. Вот какие принципы ключевые Вы себе, может быть, так отметили, да, в своем сердце для Вашего служения, которыми Вы никогда не поступите, которыми Вы всегда руководствуетесь? Ну, жизнь такая-то, успех — это что такое? И победы, и пролеты. Научаясь, а так больше не поступать, где-то приходит первый успех, ты уже думаешь, что ты чего-то там добился, все-таки... Крылья расправил. Ой, естественно, ты такой уже продвинутый, задвинутый, дальше некуда, и Бог допускает, что ты где-то шлепнулся. Потом уже, ну, со временем научился, если я приезжаю там на какую-то территорию, у меня много, да, идей, у меня много там, чего я нахватался, знаний, познаний, ну, я это останавливаю, я просто говорю, вот, Дух Святой, как бы ты хотел здесь совершать служение. Вот это вот мне надо. Мне нужно услышать, что Бог хочет, мне нужно услышать, что Он желает. Если я это услышал, если я это правильно понял, ну, действительно, успех — это уже Бог обеспечит. Сопутствующая. То есть это не самоцель, мне кажется. Нет, нет. Ну, просто, ну, как бы, может быть, есть самоцель, но кто-то там начинает, научился проповедовать для Него радость, научился вести маленькое служение, радость там, научился служить в дарах, радость, ну, такие мелкие нюансы всего этого успеха. Ну, и читаешь же Библию, понимаешь, да, Первая Церковь, она имела успех. И когда-то на начале своего пути положил, ну, Господь, хоть что-то подобное должно быть из того, что было в деяниях апостолов. Я не хочу там что-то какое-то новое, движение изобретать, оно мне вообще не нужно, но вот, Господь, хочется что-то увидеть, то, что было там. А там, действительно, Церковь росла, она умножалась, ну, и, в принципе, многое увидел в благодарении Господу. Да, вот Вы сейчас действительно упомянули о Первой Церкви, и у многих вопрос, почему же сейчас не так, в чем секрет? То есть, вроде бы, мы тоже верующие, вроде бы, тоже христиане, но вот этого мощного движения Духа, когда Петр идет, и его тень осеняет, конечно, это вообще кажется, что верх просто благословения и благодати, когда в один день присоединяется 3000 человек, 5000 человек в Церкви. Почему сегодня мы не видим такого вот мощного движения? Я думаю, в большей степени посвящения. Вот то, что я, ну, как бы замечал, ну, как, учитывая, начал с Баптийской Церкви, там, общался с 50-никами, поэтому харизматическое движение, и вот, ну, разница вся в посвящении. Это вот я заметил. Ну, с другой стороны, вот как бы новые, когда пастора начинают, я очень люблю, когда новые служители начинают, но есть такой маленький нюанс, когда Иисус начинал свою Церковь, Он сказал своим ученикам, вы вошли в труд, над которым вы не трудились. Да. То есть, кто-то заложил основание, надо быть благодарным тому поколению, который трудился перед тобой, который, может быть, нес много молитв, молений, мы их и не видим, и не знаем. Мне просто все это как-то Господь в сновидениях показывал, почему, я тоже задавал Господь, что, зачем, кто я такой, там, он святых сколько угодно, я себя таким не считал. И Бог мне показал вот тех сестер в большей степени, которые совершали молитвы, моления, которые трудились, трудились именно в постах, и видел кучу братьев, которые рассуждали, правильно или неправильно. У ворот, да. Да, вот такое было. Я это понял, да, это их был труд, я просто вошел в этот труд, просто. И дай Бог, чтобы кто-то в мой труд вошел, сделал гораздо больше, я этому только буду рад. Я понимаю, что это тело Христово, мы не каждый, там, сами по себе, надо уважать, надо ценить, ну, дай Бог, многим бы этому научиться. Да. Вы сказали о молитве, что, вот мы, как бы, ну, вошли, да, в труд, и я слышала такое выражение, что все мы — результаты чьих-то молитв, то есть кто-то о нас молился, о наших, там, родителях, о служителях, то есть это постоянно вот такая непрерывная цепочка. И вот вы сказали также о посвящении, что для вас посвящение, как вы это определяете для себя? Для себя я, ну, то, что пообещал Богу, стараюсь исполнять. Вот мы просто, ну, я же очень многих видел, ну, вот ребята были со мной, там, братья и сестры, там, каких-то 80-х годах, они стояли там на коленях, плакали, «Господь, мы для тебя служить!» потом, когда разрешили служить, ну, многие просто испугались. Страх, обыкновенный страх. И, ну, допустим, первая церковь тоже, она претерпела много страхов, но, тем не менее, они шли, и Господь их подкреплял. Для меня это, ну, я был в другой среде, и многие братья, там, преуспевали в этих спорах, почему, это чего, там, это Марка 16, где написано, у верующих будут сопровождать все знамения, там, будут изгонять бесов, возлагать руки, и спорили, кто-то утверждал, что это, там, прошлые века, это, там, первый век, и я тоже не понимал это, и потом, я не знаю, сколько потратил на это сил споров, ну, я мало спорил, а просто слушал больше, а потом просто увидел, что они пошли, а Господь стал подкреплять. То есть, они действия слышали? Да, они начали действовать, вера без дел мертва. Сегодня очень много учебных заведений, там, институты, университеты, всякие колледжи библейские, забиблейские, все задвинутые, передвинутые, и думают, вот, я окончил сейчас, степень получил, не знаю, там, доктора каких-то сейчас, кого только нету, но дело в том, что люди ожидают, сейчас за ними все побегут, ничего подобного, ты иди, ты должен действовать, вот ты действуй, а Бог начнет подкреплять. Я не знаю, почему, но вот так многие заканчивают, мне просто жалко их, потому что, ну, люди думают, вот сейчас я начну учить, и все прибегут. Ничего подобного. Учитывая, что я начинал много церквей, в разных странах, везде все, ты идешь, ты служишь, и потом только за тобой, если ты, конечно, достиг их сердец. Вот первая церковь, они это и делали, они шли, а Бог подкреплял. Я увидел, что, когда я шел, я, допустим, понятия не имел там, ну, в 90, в начале 90-х годов, что такое исцеление, освобождение, для меня это вообще темный лес был, я просто, когда молился за людей, я сваливал на Бога, Господь, ты сказал, я возлагал руки, и я видел, что что-то происходит, люди освобождались, исцелялись, они удивлялись, а я больше их удивлялся, что Слово Божье живое. Да, оно действительно не возвращается. Но это я шел, я делал что-то, это не стоять за кафедрой и думать, сейчас прям все прибегут со всех сторон к тебе, за тобой великим пойдут. Нет, первая церковь шла. Ну, да, и у нас пример самый главный, это Иисус, который действительно, Он шел, и Он говорит, следуй за Мною. Он пришел послужить. но при этом он еще и послужил. Вот это вот очень важно. Мне иногда, вот, ну, как бы стоишь там за этими кафедрами, иногда просто охота вот просто кому-то послужить. Не кафедр, просто пообщаться, просто послужить. В принципе, это, ну, писание. Да, за кого-то помолиться, кому-то просто пообщаться, вот действительно, вот так вот, как мы с вами общаемся. Для меня это ясно, понятно, что, ну, так оно работает. Все, что написано, оно работает. Но вот то, что я уяснил, я говорю, после этих долгих слушаний, споров там, что они пошли, я только видел, оп, они пошли, Бог стал подкреплять. Бог не подкреплял, пока они сидели, разбирались там, кто правильно понимает, кто неправильно. Ну, вот я увидел, я увидел потом, впоследствии, что люди, которые приходили в церковь в начале, они просто служили, Бог подкреплял. Вообще люди писания не знали. Они видели там, допустим, что я так делал, они делали то же самое, я видел, люди так же освобождались, исцелялись, потому что вот принцип Евангелия. Да, ну, и вера была такая, то есть, ну, она чистая-чистая. Ну, Бог видит, ты как малое дитя, начинаешь что-то там. Какая-то у меня вера была в начале, я просто делал, что написано, оно работает, оказывается. Оно работает, ну, в принципе, до сего дня так было, есть и остается. Аминь, да, пусть так и будет дальше, Василий Иванович. Периоды, как я понимаю, были разные в вашем служении, и вот, и очень многие люди продолжают служить, 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 раздавать себя, делать, 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 вот как не сгореть вот в этом, как не сгореть, отдавая себя полностью в служении? Да, даже не знаю, как... Случалось ли вам вот проходить какие-то трудные испытания? Ой, больше, чем надо. Что вас подкрепляло, как вы выходили? Ну, когда служение началось, Киргизстан, у меня желание, как Наполеон, был, города, один город за другим, новые церкви, мы открывали, открывали, ну, ну, потом, и я это видел впереди, что, ну, великое множество спасенных, все прекрасно, согласно писанию, все работало, ну, тем более, я-то и стадионы собирал, ну, я оказался в стране, где несколько революций было, и я ориентированный на русскоязычное население, в итоге этих революций, миграционные процессы начались, все практически все русскоязычные поуезжали, их осталось горстко, конечно, для меня это великая печаль, я же такой талантливый, успешный, для меня это великая печаль, как так, ну, я начал молиться, ну, понимаешь, да, Господь, ну, ты поднимаешь, там, все, тебя там, успех, благословение, что дальше делать, как дальше делать, чтобы, ну, не циклиться, я понимаю, ну, в разные времена, вот такое время пришло, нужно по-другому, другой народ, другая нация, ну, учитывая, что много где я служил, в каждой нации по-другому служение происходит, все мы очень-очень разные, ну, для меня это, конечно, такая была печаль большая, что мои великие планы не состоялись, Бог там видел, конечно, наперед, да я этого не видел, да, Господь всегда видит всю картину, но я думаю, что он и в этом, все равно, особенно близко к нам, конечно, в этом, открывая другие двери, начинаешь, ну, как бы, искать, ну, вот это то, что я говорил в начале, вот это жажда искания, Господь, я любитель вопросы задавать, почему, от чего, что, как, когда, постоянно вот таким путем я, ну, ложишься спать, размышляешь, ищешь, ну, Бог ищущим воздает, Он начинает стучащим открывать, и понимаешь, потом я научился там, стоишь там, ладно, тысячи перед тобой, ты великий слушатель, а потом научился там, в Америке открываешь новую церковь, там группа 10-20 человек, и это так же все прекрасно, все равно радостно, все равно, потом думал, там послужил, мне пришлось с своей страны сбежать, можно сказать, потом думаю, как я вернусь, я там служил там 20-30-40-50, а тут тысячи, уже волнение заново вернулось, как я смогу или нет, рот открыл, все поехало, спасибо Господь, ну, вот так и учишься всему, в принципе, понимаешь, все это Божие, все это от Господа, но все равно, вот это есть желание, чтобы Бог тебя использовал, быть нужным, чтобы жизнь была наполнена, мне это, в принципе, нравится, страдания, переживания, не все всегда получается, кто-то замыкает, кто-то отходит, ну, это процесс, к сожалению, много от этого печали, да, ну, вот Писание говорит, что когда ты умножаешь познание, ну, умножается печаль, да, ими, что когда ты понимаешь, что-то разумеешь, что нужно делать, как поступать, и ты видишь, там, братья, сестры делают иначе, конечно, это больно, печально, больно, печально, ну, что делать, так устроена жизнь, нормально, принимаю все, ну, как бы, я видел, да, сгорают, в основном, то, что, может быть, рядом не было того, кто бы поддержал, может быть, рядом не было того, кто помолился, может быть, рядом, ну, нужно все равно так открываться перед кем-то, Бог сделал, чтобы тело работало Христово, ты там, не какой-то там великий, перевеликий, попроще быть и все, а многие, кто вкусил успех, я, ну, многих таких знаю, они вкусил, вкусили успех, а потом приходили какие-то, ну, тяжелые времена, и руки опускались, боли приходили, обиды приходили, ну, к сожалению, это жизнь, я не знаю, как это поменять, не понимаю многих людей, трудно понять, понимаю, что внутри, ну, трудно жить с болью, ты был вчера там успешный, ты учил других, ты вел за собой, вдруг ты разбитый, побитый, ну, да, можно найти оправдание, что тот виноват, та виновата, но, в принципе, лучше в свое сердце заглядывать, почаще. Это правда. Василий Иванович, у нас остается буквально пару минут, и давайте попробуем резюмировать нашу беседу, мы много сказали, и в этом тоже были такие крупицы, я верю, и советы, как человеку все-таки найти свое служение, свое место, и двигаться с Господом, вот давайте попробуем, может быть, по пунктам разложить, вот с чего бы вы начали, да, вот как вы начинали, как бы вы дали сейчас совет молодым людям, ну, сейчас бы я начал, начинают совет. По-другому совершенно, конечно, я вначале-то я сам пытался все искать, якал, якал, сейчас я понимаю, ну, Бог знает все, Господь, ну, открой, что ты приготовил, и многое, то, что в моей жизни происходило, опять же, Господь всегда мне показывал, видения, сновидения, Он мне показывал всегда будущую жизнь, поначалу просто мое невежество, я пренебрегал, а сейчас это, ну, практически каждый день, я это ожидаю, я прошу, Господь, что ты хочешь, как ты хочешь, ревнуй тебя о дарах, покажу путь превосходнейший, Господь, излей все эти дары, чтобы они работали, не надо ничего изобретать, все написано, и я благодарен, действительно, Господу, что вот он многое наперед открывает, мне это нравится, я прошу, чтобы Господь, даруй мне дух премудрости, откровения, познания у тебя, я не, мозги не напрягаю, написано, не полагайся на разум свой, несмотря на то, что у меня большой опыт, там много знаний, много познаний, там писатель и так далее, ну, это вчера было, а сегодня мне заново искать надо, вот и все, я понимаю, каждый день, каждый день, вот там, ну, молитва, отчинаж, да, всеми там, любимая, но там же написано, хлеб насущный, дай мне на сей день, Господи, новый день начался, Боже, дай мне эту премудрость, дай мне откровение, что ты хочешь делать, но это, если, конечно, еще ты услышишь, ну, и послушать надо быть, не пролетишь точно, вот это ключ, тоже еще один, не пролетишь, потому что, но это, ну, может, иногда и пролетишь, но мы все-таки вредные, все ищем своего, ну, так написано, но тем не менее, ты будешь понимать, стоп, ну, раз пролетел, зачем мне второй раз на эти грабли наступать, и снова просишь, Боже, дай премудрость, дай откровение, и если он видит, что ты это ценишь, дорожишь, он постоянно изливает, он постоянно открывает, и мне вот это нравится процесс, что с годами, вот, как бы, Библия по-новому открывается, то, что когда-то я проповедовал, там, 20 лет назад, и более того, сегодня иначе, не понимаю, я и тогда понимал, правильно, на свой уровень веры, но сегодня Бог больше открывает, ну, как вот это бездна богатства, бездна, слово русское, бездна, нету дна, и она, это Божья премудрость, она многогранна, она велика, тебе дно откроет, мне другому, третьему, третье, чтобы мы все вместе служили, все вместе дополняли, это Божье тело Христово, Божье царство, чтобы оно росло. Аминь. Василий Иванович, огромное вам спасибо за такую беседу, интересную, мне очень понравилось ваш такой позитивный настрой, и несмотря на то, что у вас вот уже очень богатый опыт служения, вы все равно учитесь, и вы не останавливаетесь, и этот же совет вы даете нашим телезрителям, действительно, бездна богатства и премудрости, дорогие друзья, открывайте для себя Господа, читайте Писание, молитесь, ищите Его лица, Его воли, потому что в этом жизнь, в этом источник жизни, в этом благость, благодать, и вы обязательно найдете свое место в служении, в теле Христовом, Господь никого не оставляет без дела, скажем так, все равно теми или иными дарами и талантами вы сможете послужить, и этот труд обязательно будет отмечен в глазах Господа. Еще раз спасибо вам, Василий Иванович, было очень приятно с вами пообщаться, это была программа Формула Успеха, всего доброго и увидимся на ТБН.